В исследованиях на крысиной модели резистентности к инсулину, вызванной диетой с высоким содержанием фруктозы, было продемонстрировано увлечение чувствительности к инсулину. В животном перорально водили 500 мг на кг массы тела водных экстрактов розелы в течение 4 недель. Результаты полученные в конце исследования показывают, что эти экстракты улучшают чувствительность к инсулину, о чем свидетельствует снижение инсулинорезистентности и снижение площади клюкозы под кривой в пероральном тесте толерантности к глюкозе по сравнению с необработанными крысами. Имеется также сообщение, описывающее благотворное влияние водно-спиртовых растворов чашечек розелы на инсулинорезистентность у крыс, получавших диету с высоким содержанием фруктозы. Растворы вводили крысам перорально в дозах 100-200-400 мг на кг массы тела в течение 5 недель. Причем две более высокие дозы снижали значение инсулинорезистентности, тогда как наиболее значительное снижение происходило при самой высокой дозе. Эффективность снижения уровня глюкозы и повышения уровня инсулина в крови после применения водных экстрактов розелы при метаболическом синдроме подтверждена и другими источниками. Существует исследование, в котором крыс с метаболическим синдромом, вызванным фруктозой в течение 8 недель, лечили водным экстрактом чашечек розелы в дозе 100-200 мг на кг массы тела, вводимого перорально. Применяемое лечение достоверно снижало уровень глюкозы в крови, уровень инсулина в сыворотке крови и индекс инсулинорезистентности. Благотворное влияние водных настоев из чашечек розелы на инсулинорезистентность было также показано в других исследованиях. Введение 100 мкл такого настоя достоверно снижало индекс инсулинорезистентности у крыс, искусственно вызванным метаболическим синдромом.